Знаете притчу о девочке, которая накупила на все деньги книги и остаток месяца питалась дошираком? Так вот, это не про меня, потому что большинство этих книг мне расстались просто потому, что я хороший человек и любящая внучка. Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Баба Лама или Бук Лама. Об этом мы поговорим в следующем видео. Привет! Сегодня мы поговорим о моих книжных покупках и новинках даже больше в моей библиотеке, потому что следующее или через одно видео будут мои книжные полочки. И для того, чтобы не говорить о том, что вот у меня новые книги появились, а не как бы вы с ними познакомитесь сегодня, в следующем видео вы посмотрите именно просто, как у меня оформлены книжные полки, что новенького, что старенького. Ну, короче, да. Сегодня мы поговорим о моем логачьем, и в том числе у меня будет небольшая вставка, то, как я запаковывала коробочку для своей приятельницы с другой стороны с книжками. Здесь их нет, потому что они уже в коробке упакованы. Соответственно, просто покажу, что для нее купила. Там много эксклюзивной классики и что-то даже азбука, по-моему, есть. Но давайте обо всем по порядку. У нас здесь четыре стопки. Может, вы не все видите. Надеюсь, видно все. Так, давайте мы начнем с азбуки классики. У меня... Вообще, откуда книжки-то? Откуда книжки? Липовский. Я забрала очень много книг от бабушки. У нее большая библиотека, которая принадлежит моему папе. И так как у меня появился книжный шкаф, я понимаю, что у нее там они хранятся в ненадлежащем виде. Я решила забрать часть. Я заберу еще кое-что. Но это уже будет, наверное, после Нового года. Но верхняя книжка. Тем не менее, это книга, которую я купила сама. Называется она «Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста». Она стоила 130 рублей. Вот такая она. Симпатичная, кстати. Можете посмотреть. Смотрим просто, как он у нее разрез. Вот у всех книг. Просто для того, чтобы понять, что они вот такие. И вот что очень сильно различается с новой. Ну, лично для меня вот цвет. Да. Поэтому у нас вот есть такая книжечка. Следующая у нас «Кавка. Замок». На самом деле, из всех представленных, она в самом лучшем состоянии. Как мне кажется, на задней стороне у нас здесь автор. Читала у «Кавки. Процесс». Интересно. Не могу сказать, что прям вау, захватывающий. Буду дальше знакомиться, раз есть книга. Вряд ли буду прям покупать его. Но, тем не менее. Значит, у нас здесь записки у изголовья. Достаточно потрёбная книжка. Ну, что сказать, потому что это такой год издания. 93-й, наверное, какой-нибудь. Потому что вот многие книги. 99-й. Ну, слушайте, извините, конечно. Выглядеть 24 года так. Мне бы так. Знаете, я по утрам-то вообще не дай боже увидеть. Просто обнять и плакать. Значит, Габриэль Маркис. Значит, 100 лет одиночества. У меня есть у него «Любовь во время чумы», которую я читала. И ещё что-то у меня там от него есть. Что-то там, по-моему, про патриарх или что-то такое. Ну, в смысле, название. Вот. Хотела как раз в этом году почитать, но уже не успеваю. Наверное, будет в следующем. Так, надеюсь, я там... Сейчас чашку не уроню на неё, потому что у меня здесь чашка с водой стоит, конечно. Это я начинала читать. Ну, как бы... Не дочитала. Надо будет дочитать, потому что, вот видите, она в обложке у меня. Это великолепно стоило 26 рублей. Пошалеть. Ну, по-другому, на 99, может быть, это были какие-то огромные деньги. Не знаю. Маркис опять у нас. И это у нас другая сторона смерти. Вот такое красивое тоже. И Стане, мужичок наш. Ну, немножко потрёплый, но нормально. Правда, блужка, конечно, у него такая... Вот, ничего страшного. И у нас заводной апельсин. Энтони Бёрджис тоже не читала. Такая маленькая крохотутка. Будем читать в следующем году. Так. Значит, у меня это издание. Тоже я забрала от бабушки. Могу сказать так, что я не так построгаю с Реманком, чтобы покупать его книги полностью в каком-то издании. Я думала про эксклюзивную классику, но, честно, у меня просто только места нет. Да и, с другой стороны, зачем покупать всё? Например, вот я покупила Ночь в Лиссабоне, которой у меня здесь нет. Но при этом у него есть ещё одно издание. В твёрдой обложке. И вот оно очень симпатичное. Вот в нём бы я его собирала. Ну, так как я Реманка не так часто читаю, и не то, чтобы мне прям всё нравилось, то я решила собрать вот это, что у меня есть у бабушки. А всё остальное, если мне надо бы по надобности и потребности докупить. Тем более, мама тоже хотела почитать. Я вот читаю на Западном фронте, без примера, но внизу. Сейчас всё покажу. Значит, сверху у нас чёрная обелиска. Она самая из них потрёпанная. Самая такая, будет, звезше. Вы сейчас поймёте, когда я буду следующий показывать. Ну, немножечко вот это не связано с тем, что я как-то с ней плохо обращалась. Просто вот она такая. Пыталась их отмыть, потому что на ней было очень много пыли и грязи. Ну, не могу сказать, что мне это всё удалось. Здесь пошло немножко пятнами каким-то тёмными. Но буду надеяться, что всё с ней будет хорошо. Хочу, кстати, улучшить немножко обложки. И с вот этой стороны укрепить какой-нибудь твёрдой бумагой для рисования, например, да, любовные листы. И вот просто пройтись, приклеить для того, чтобы они были более плотные. Значит, что это у нас здесь? Время жить, время умирать. Мне не понравилось. Я читала пару лет назад. Ну, такой себе. Если бы мне папа не посоветовал мночку с собой, я бы вообще, наверное, никогда бы не взялась опять за реманка. Ну, или взялась бы, но через 100-500 лет, потому что мне не особо зашло. «Искра жизни». Вот такая она тоже немножечко выцвешаю, но всё равно достаточно яркий такой рементик. Как мне кажется, не знаю. «Жизнь взаймы». Аня, подождите. Блин, я вам соврала. Я читала не «Время жить, время умирать». Наоборот, я её видела где-то. Обложку симпатичную. Я читала. Так, продолжаем. Следующая книга «Три товарищей». И как раз-таки, по-моему, я её брала с собой в отпуск, хотела почитать. А мне кто-то сказал о том, что они идут вместе на Западном фронте без перемен и ещё какая-то третья. Может быть, жизнь... Да, как раз-таки время жить и время умирать. И они типа что связаны, что у них там есть какие-то герои общие. И что первое, надо читать как раз-таки на Западном фронте без перемен. Вот я её и читаю. А её вот оставила. Она немножко тут у меня тоже обложка покалечилась. Но я это всё тоже, наверное, буду, ну, как бы, чинить. Опять же, я сейчас только обработала... Они у меня были в морозилке. И потом я их обработала ещё утюгом. Но не все. Потому что нужно было избавиться от каких-то микробов. Плюс я пыль с них вытерла. Но всякие вот эти починить... Я ещё этим не занималась. Только вот здесь я починила кое-что. Но это я потом покажу. Так, значит, вот такая у нас. Три товарища. Тоже такая я слышно потрёпанная. Возле ближнего своего. Она прямо вот здесь вообще, конечно, трэш. Ну, что поделать. Вот. Последняя, которую я сейчас читаю. Она в таком нормальном состоянии. Вот я не знаю, здесь пятна это от моих рук. Но надеюсь, нет, потому что я чистыми руками стараюсь брать книги. Вот. По поводу шрифта. Я всегда вот стараюсь показывать что-нибудь. Вот такой у нас шрифт. Не могу сказать, что там хорошо, нехорошо. Ну, читать, в общем-то, комфортно. Это, конечно, не буквы из азбуки. Но, в смысле, я говорю, азбука не в смысле азбука классика, а просто азбука. Кстати, кстати, в азбуке я тоже вам показывала шрифт. Тоже мелковат. Здесь вообще всё мелковатое. Ну, блин, что мы хотим. Теперь мы поговорим про вот эту штуку. Здесь две книги, которые я купила. И всё остальное тоже я не покупала. Так, значит, у нас Джек Лондон. Вот такой эксклюзивная классика. 150 рублей стоил. Это у нас острова. Страшность Фалманова острова. До этого Мартина Идена я никак не дойду. Но, может, и не дойдет. Может, мне оно и не надо. И вот этот... Кстати, эти обе книги, они ко мне попали случайно. Потому что я хотела их отправить вот этой своей знакомой. Но там был уже перевес. Я понимала, что если я буду платить еще за один килограмм, я просто разорюсь. Соответственно, Олдос Хаксли тоже здесь. Но еще по причине того, что я невнимательно посмотрела, что это вторая часть у Чудного дивного мира. Возвращение в дивный мир. Соответственно, я не видела смысла его класть. Хоть он и маленький. Потому что не факт, что человек читал первую часть. А это как-то странно. Тоже стоило 150 рублей. Вот, кстати, знаете... Ну, я бы за него тут видеть заплатила. Не знаю. Она типа одинаковая. Она как бы, блин, просто объективная. Ну вот. И она еще четко как-то она... Вот здесь как-то плохо сделана. Не знаю. Но это, короче, не от меня залом был. Вот. И теперь посмотрим на Куприна. У меня это вот целое издание. Собрание сочинений. И здесь в своей повести рассказы, я так понимаю, что все вот какие есть. Здесь немножечко, конечно, я не смогла оттереть всякую пыль въевшуюся. И, в принципе, он такого у меня. Немножко вот такой. Но, тем не менее, очень хорошее издание. Плотная обложка. Единственное, второй том. Да, второй том. У него вот здесь произошел какой-то залом. Я его попытаюсь, конечно, убрать. Но не обещаю ничего. Ни себе никому. О, обложка. Слоки. Вот. Есть в некоторых изданиях в этих томах. Картинки. Вот такие вот. И, в принципе, шрифт. Хочу себе еще у бабушки забрать Стоянского с Пушкиным. Но там уже собрание сочинений. То есть у Пушкина там вообще типа письма его. Все родные и всякое такое. И еще хочу через интернет купить себе, если у бабушки, я вот не помню, есть ли у Гоголя или нет. Но я хочу у Гоголя. И еще хочу себе Чехово заказать. Я на Авито уже себе присмотрела. Смотрите, какие облака. Мне нравятся иллюстрации. Очень симпатичные. Так, я где-то вот еще видела. Очень такая яркая была. Можно вот такую, можно... Ну, ладно, давайте здесь на нее на такую посмотрим. Симпатичные. И это все поиски и рассказы. То есть это прям вот... Нет здесь каких-то романов. Ну, если я не ошибаюсь. Ну, давайте посмотрим на Куприна. Здесь такая лакированная страничка. И вам знаете, как в музее обратно? Пожалуйста, это входная группа по врачам Головно-право. Здесь у нас статуя. Такая-то, така. Такого-то века. Я бы могла сейчас что-нибудь выдать интересное. Но у меня кругозор, как у Робки-Дори. Поэтому... Что вы хотите. Так. Ну, в общем-то, вот у нас Куприна такой стоит здесь. И последняя. Моя любовь. Потому что я... Я читала из этого все. Кто бы поверил, да? Да, и не верьте. Потому что я Анну Каренину, например, не дочитала. Буду перечитывать. Значит, у нас здесь Лев Толстой. Просто шифарное издание. Хочу показать еще вот так. Они... Ну, ладно. Я поставила все, но ладно. Значит, у нас... Так. Нет. Нет. Пожалуй, я уберу все. Я поставлю один. Буду не калечить книжки. Значит, у нас вот так. Я не буду... Я пока интригу сохраню по поводу обложки. Потому что вы видите, конечно. Но не знаю. Значит, смотрю. Насколько эксклюзивная классика больше этого издания. Насколько азбука больше. Ну, кстати, они с эксклюзивкой почти одинаковые. Да, они одинаковые. И вот насколько она малюбочка такая. Но при этом пухляшочек. Не сильно, конечно, но пухляшочек. Значит, это у нас Война и мир. Это у нас Лептолстон. Вот. И здесь немножко, конечно, потёплено. Это первый том. Хочу, чтобы вы посмотрели на эту обложку. Чеморительный. Внутри иллюстрации нет. Текст. Он достаточно такой мелкий. Печально, конечно. Но что-то делать. Значит, второй том. Ну, досталось больше всех. Потому что первые два тома я читала именно в таком формате. Вот эти книги. Я даже снимала здесь закладочки, которые я делала. Он у меня немножко развалился. Я его пыталась подклеить. Но я не могу сказать, что у меня это удачно прям произошло. Эта ситуация. Чтобы я вот сделала всё, как было. Но третий-четвёртый том. Я просто уезжала. И я их дослушивала и дочитывала в электронном виде. Соответственно, Бог миловал. Но не меня. Поэтому вот они вот такие. Ну, они в достаточно неплохом состоянии. Единственное, у них здесь видно, как будто, знаете, какое-то верхнее покрытие обложки. Оно немножко потёрлось. И, ну, я не знаю, видно будет или нет. И как будто там такие пятна. Ну, вот не грязь, а просто вот как будто неоднородность верхнего слоя покрытия, который, типа, защищает цветной слой. Именно вот там, где краска с рисунком. Поэтому вот такая вот тема. И у меня четвёртый том, что вот такой. Наверное, самый яркий для меня третий, но симпатичный первый-второй. Ну, не знаю, для меня. Потом в воскресенье я читала. Советую. Так, кстати, он прям такой внушительный. То есть больше у него только том Анны Карениной. Кто бы сомневался. Ну, вот как-то так. И у нас Анна Каренина. Нет, самая прикольная обложка, наверное, у Анны Карениной всё-таки. То есть первый и четвёртый том. Вот они. Тоже я вот начинала как раз первые четыре тома читать, но я их так не закончила. Надо бы попробовать ещё раз почитать. Потому что всё-таки как-то, да, для Толстого. Ну, вот. Претензий по поводу его постоянных описаний не вижу. Вот этих. Но они не обоснованы лично для меня, поэтому, да. И вот такое. И вот это, наверное, самое любимое. По обложке такие цвета. Здесь всё гармонично, не знаю. И Каренина здесь такая прям. Так, значит, это у меня книжечки, которые я буду отправлять. Некоторые из них я купила, если не все. Поэтому тоже покажу, как покупочки. Очень милые такие закладочки. Показывала им их в прошлый раз. И решила отправить знакомый в посылку. Значит, у нас это внутри убийцы. Вот в таком покетбуке. Так как я отправляю за границу, решила всё сделать в покетбуке. Потому что весит меньше и стоит тоже. Причём вот я смотрела в Читай-городе, она стоила 500 рублей. Я зашла в кинестический магазин, увидела, что она есть за 200, и решила её взять. Вторую часть решила пока не брать, потому как, не знаю, может быть, человеку не понравится. Потому что это моя инициатива ей положить эту книгу, не её запрос. Она хотела некоторых авторов и перечислила их. Я ей их положила. Почти всех. Значит, у меня здесь Дафна Дюмарье, моя кузина Рэйчел. Я читала у неё трактир Ямайка. Мне понравилось. Надеюсь, эта книга тоже интересная. Она даже вот в плёночке специально не снимает, чтобы было кайфово самой снимать. Иринг-шоу Люси Краун я взяла из своей библиотеки, потому как я её ещё не читала. Она у меня просто стояла. Показывала тоже в покупках, поэтому взяла. Гиде Мопассан Монт-Ареоль. Никогда не слышала. Я слышала об этом авторе, но никогда не думала, что могу его почитать. К сожалению, я почему-то вот не увидела, что я беру именно вот такую книгу немножко с дефектом. Надеюсь, это не повлияет на саму книгу по сюжету, например, да, и вообще впечатление от книги. К сожалению, она вот в таком состоянии. Надеюсь, всё будет хорошо. Я их ещё упаку, покажу вам потом. Значит, Эмиль Золя взяла вот в такой азбуке классики, потому как вот в этом издании надо было заказать на Озоне. И что-то они были прям очень дорогие. Взяла в букинистическом магазине. Вроде бы очень неплохое. Я вот от него взяла ещё себе кое-что. Тоже покажу. Значит, Джон Уиндом «День три фидов». Не знаю, но я вроде слышала про эту книгу. Это типа что-то вроде как антиутопия. Заказывала вот на Озоне. И Джек Лондона, и ещё вот Олдос Хаксли. Господи, извините, я знаю этих авторов, клянусь, но просто нет у меня сил. Клянусь, знаю я этих авторов, но нет у меня сил читать их имена. Я у него читала «Одивный чудный мир», мне очень понравилось. Решила взять вот она такая тонюсенькая. Посмотрим. Блин, это возвращение. Всё. Значит, мы идём смотреть другую книгу из эксклюзивной классики. Вместо неё. Джек Лондон взяла «Странник по звёздам». Не знаю, ну, должно быть вроде интересно. У меня нет Мартина Идена, чтобы ей его положить. У меня есть что-то другое. Пойдём посмотрим. Значит, возьмём мы эксклюзивную классику, чтобы ей такое положить. На самом деле, вот у меня есть ещё вот такой Джек Лондон. Этого я начинала читать, я никак не это читаю, но я вас хочу, не хочу отдавать страшные «Соломоновые острова». Не уверена, что человеку будет интересно. Возможно, если я ей положу, хотя, не знаю, «Фризерок оперы» тоже не особо. Может быть, Куприна, но я его тоже хотела почитать. Я думаю, что я положу ей о Генри. Либо госпожу Бувари. Короче, думаю, что возьму либо его, либо я хотела ещё Маркиса ей купить, но не купила. Этого Маркиса я не особо хотела, а этот Маркис мне самой нужен, потому что я его искала. С другой стороны, я могу у себя его ещё раз купить. А «Любой во время чумы» – это действительно культовая история. Поэтому я ещё решаю. Возможно, либо госпожу Бувари, либо «Любой во время чумы». Но я положу вместо, получается, второй части «Одивного чудного мира», потому что, ну, это типа странно – дарить вторую часть. Вот. Ну что ж, на сегодня это всё. Помните о том, что не позволяйте никому портить себе настроение, потому что вы спокойно можете это сделать сами. С другой стороны, вы можете этого и не делать. Каждый день самим себе и окружающим доказывать, что вы просто офигенные, и у вас обязательно всё получится. Сегодня, завтра или через год. Это, в общем-то, не важно, потому что главное – усидчивость, желание и терпение. Ну, я с вами прощаюсь, и до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok